Добрый день, здравствуйте, уважаемые друзья. 31 марта, блогер из Перми, Бессонов, Алексей Борисович. Ну вот, у нас все чаще сегодня говорят о процессе конструкции. Пойдет президент, не пойдет, на будущий срок, для чего проглянет, я думаю, что он не пойдет. Он все-таки останется премьер-министром. И, кстати, вот эта должность премьера, она в России более существенна всегда и более значима, чем принято представлять. И в этом плане Хрущев, вот при всем том, что его называют дурачком, длинновидным, но в 58-м году стал премьером. И Сталин, кстати, в 41-м году, в мае тоже стал премьером, министром и так далее. И во многом, кстати, вот та конструкция, которая сегодня задушила всю систему управления постпрезидента, он тоже в результате появился, в результате чего? В результате того, что Горбачев, будучи генеральным секретарем, Александр Верховного, он не имел права подписей по валютным делам и так далее, имел право премьер-министр. А у нас не было поста президента. И тогда вводится пост президента во многом того, чтобы право подписи у Рыжкова, предприятия, у премьера забрать. И президент, я уже говорил об этом, Горбачев избрался не всенародно, а парламентом. По сути дела, что называется, заложил бомбу нелегитимности. А на самом деле пост этот был введен не для того, чтобы что-то, какую-то демократию развивать нет, а для того, чтобы у президента появилось право подписи вместо премьер-министра в хозяйственном ведении, в оперативе. И Хрущев в этом плане, ведь та реформа, которая реализована была в 90-е годы, реформа Косыгина, она родилась именно в недрах аппарата Хрущева, правительства Хрущева. А смысл-то ее в чем был? Если бы представили, допустим, было несколько показателей эффективности работы предприятия, которые включали в себя, например, внедрение, снижение себестоимости продукции. А как ее можно снижать? Только внедряя, может, технический прогресс и так далее. А для этого, для этого предприятия молились на инженеров и так далее. Там была система премиальной разработки и так далее. улучшения качества жизни населения, вот там, жилья и так далее. То по эксперименту этого Либермана Косыгина, только прибыль становилась результатом эффективности предприятия. То есть, ну что такое прибыль? Ну, снизь, не плати зарплату, снизь заработную плату, вот и прибыль у предприятия увеличится. Ну, ты, что называется, разрушишь весь потребительский рынок. Потому что вот то, что сегодня происходит, народа денег нет, фактически и так далее. То есть, вот что такое прибыль. И эта реформа остановил Брежнев в 1972 году. Но, опять же, вот я хочу сказать, что, кстати, в нашей стране уже был инцидент создан, когда фактически страной управлял орган, которого не было в Конституции, например, 1936 года. Я уже говорил, это государственный комитет обороны, да? Когда Сталин фактически отстранил от управления государством армию, создав этот орган, которого нет в Конституции, который де-факто всю войну управлял страной. Там даже штата не было. Там было 5-7 человек в этом ПКУ и так далее. И Брежнев, когда остановил реформу Косыгина, потому что фактически эта реформа привела к появлению теневой экономики. Вспомните дело Рокотова, да? Ведь прибыль стала сосредствоваться в руках предприятий, в территориях колхозов, и они стали богачами огромными, подпольными миллионерами. И Рокотов понимал, что в этой публике нужна была валюта будет, и он им предлагал валюту. И в итоге, помните, там валютаризм, который Хрущев устраивал, когда при санкции статьи 8 лет Рокотова расстреляли, то есть прибилили закон обратной силы. И Брежневу, то есть Брежневу одна из самых реформ, которая бы спасла, на мой взгляд, страну, и об этом пишут, и которая фактически Хазин об этом, кстати, хорошо пишет. Нет, я фамилию забыл, экономист, выпустил трехтомник советской экономики, статистику все проанализировал, я фамилию сейчас, не Х, но я скажу, интересно очень, доктор, экономист, по-моему, с Новосибирска. И вот, значит, смысл-то в чем, что Брежневу планировалось вот в 72-м году провести реформу цены, то есть что за закупочные цены, то есть повысить закупочные цены на мясо, молоко, провести перераспределение, тяжелое промышленно-сельское хозяйство, где действительно были колоссальные проблемы. Но эта реформа была очень непопулярная, почему? Потому что неизбежно привела бы к росту цен на мясо и так далее. И он оттягивал эту реформу, оттягивал, а тут произошла, помните, нефтяной кризис, и нефть выросла с 2 долларов до 20, и говорят по зданию ЦК, бегали секретари ЦК, отвечали, что при таких ценах на нет мы столько лет проживем, никакой реформы не надо. И реформу эту отменили, реформу цены, и взамен уже умирающий Брежнев в Палинове в 77-м году создал так называемую комиссию по экономической реформе при ЦК КПСС, где за основу были взяты реформы Косыгина. И вот реформы Косыгина в полном объеме были реализованы командой Гайдара, после этого все и должно было закончить. Альтернативы там не было уже, к сожалению, никакой, потому что за основу взяли вот эти именно реформы. Но я вот говорил, что пост премьера, он очень важен, и, кстати, это понимал Хрущев. Дурак-дурак был, когда называют, что он дурак, заявил, что мы при коммунизме будем жить. Да не в коммунизме дело, он же правильно все рассчитал. Он сказал так, что будут внесены изменения в Конституцию, что потом было сделано в 77-м году, где было проволошено, что КПСС является там доминирующей силой и так далее. То есть фактически страна превратится в однопартийную систему, а он глава партии. И правительство, и партии, то есть все рычаги власти у него, то есть он фактически создавал единовичную власть в стране. Хрущев это совершенно не глупо, он очень не глупые вещи делал. И поэтому его заявление, то, что будем жить при коммунизме, не при коммунизме дело. Он и хотел, внеся изменения, потом Суслов внес уже это все дело в Конституцию 77-го года. То есть он фактически ввел страну к единовластной власти, ведь он же ввел пост первого секретаря, на съезде 20-го, ведь смысл от съезда 20-го был не доклад с критикой Сталина, а именно то, что появился пост первого секретаря и ЦК КПСС и с коллегиальным органом превратился в единоличный. А потом уже и шестая статья бы появилась, как планировал Хрущев и он вообще царь и бог. Но дело не в этом. Поэтому и кстати, при Брежневе, ну Брежнев, он был только конечно, но был мужик порядочный. И при Брежневе, кстати, ведь реально этот пост первого управлял не Брежнев, а вот эти механизмы скрытые запускали премьер-министр, правительство запускало. И прежде всего не было главного правительства. Прежде всего главного правительства, то есть правительство был Косыгин и Тихонов. И к чему это все приводило? А приводило к тому, что например в ЦК КПСС даже не было отдела экономики. Все были удобривающие отделы по промысленности. Отдел обороны, молодежи там еще. А вот экономики не было. И только Антропов начал создавать в 83-м, об этом Брежневе рассказывал. А к чему это приводило? В том, что фактически Политбюро голосовало за все нюансы, которые принимало правительство. То есть страной фактически, экономикой страны фактически управляло правительство вот путем запускает те или иные, так сказать, ситуации и так далее. Ну, к чему это приводило? Ну, приводило к чему? Ну, я вам рассказывал, что когда вот образовывания в цену на нефть подскочили, ведь экономика была плановая, но у нас появился огромный количеств профицитов, огромный количеств денег. И эти деньги мы не могли освоить. Почему? Планы были все слез, и они лежали, что называется, в банках Европы, в Свейцарии, в Англии, на счетах, и там доступ был, и подпись была и секретаря генерального, и там управляющий делами, там еще, ну, там система дублированной подписей была. И рано или поздно эти деньги все равно должны были быть маньком определенным для тех, кто бы начинал реформу. И, кстати, это понимали военные, поэтому, кстати, в Афганистан то мы вошли в конце пятилетки, да, когда фактически все бюджеты уши были своз, то есть, ну, соц, как сказать, сон, сон, сон. Смонтированные, структуированные, и часть говорят, что первые годы война, она в Афганистане, компания, она обошлась 10-20 миллиардов в год обходилась. Она, естественно, финансировалась из тех денег, которые лежали вот, как бы, профицитом в тех банках, да, потому что днем бюджет был уже весь балансирован и так далее. Поэтому должность очень-очень-очень важная. Почему президент не вносит существенные изменения в правительство? Я думаю, что накануне вот того, как 2004 года будут внесены законы о правительстве, там будут существенно изменения внесены, где полномочия премьера будут увеличены, и он это делает под себя. Но самое интересное, у нас вообще есть орган, который на сегодняшний день никак, почти не прописан в законодательстве, но который фактически управляет страной. Так же, как и Государственный комитет обороны, но это Совет Безопасности, да. То есть там что, там в Конституции есть указано, 83-й пункт же, и еще в законе о безопасности, тоже пункт 13-й там, и все. А все остальное, он регулируется в положении. Хотя формально, после принятия Конституции 93-го года, я об этом даже пишу в Викопедии, должен быть принят закон о Совете Безопасности, который фактически формирует всю политику основную, в том числе экономическую политику, и в области безопасности в стране, да. Но почему это не делается? Не случайно не принимается закон, почему? А там, видимо, решаются вопросы, которые входят за рамки Конституции, да, допустим, и так далее. Если он формально регулируется законом, то тогда станет вопрос, ну, конечно, у государственников права у нас есть, формальные институции ничего не значат, но тем не менее, формально ставят вопрос, на каком вопросе вы обсуждаете на Совете Безопасности вопросы, которые нарушают права граждан, вот верно говоря, то есть это незаконно. Тогда вот этот вот, этот орган на протяжении всех этих лет, он регулируется положением, подзаконным актом, то есть закон так и не принимает. Поэтому, ну, это вот такая маленькая казуистика, да, то есть, ну, скажем, честно говоря, ну, надо заказать машины по, знаете, сейчас разработаны импульсы, которые подавляют толпу для разгона демонстраторов, то есть, не надо ничего, просто импульс запускаешь, люди сходят с ума, зрения лишаются и так далее, то есть, такие разработки есть. Но такую машину нельзя запускать с точки зрения обсуждения в правительстве, потому что она нарушает права граждан. А вот Совет Безопасности может принять такое решение, ну, рекомендовать, скажем, там, где-то. Ну, вот так вот, такая ситуация. Поэтому я думаю, что, скорее всего, он станет премьером как в Японии, например, президентом полномочия, ну тут сложно сказать, ну Путину наплевать на формальные институты, на конституцию, он понимает прекрасно, что ничего этого нет. Поэтому вот такая ситуация, да, я думаю, что он не будет президентом, а будет премьером, и полномочия премьера будет существенно расширены, никакого госсовета не будет, будет премьер, и Путин будет премьером уже практически пожизненным, то есть победившая партия в парламенте формирует правительство, и Путин правительство, ну и в Японии 40 лет там в партии, правящая партия в Японии, так сказать, управляет, поэтому вот такую конструкцию мы получим, я думаю, что в ближайшее будущее, поэтому постпрезидентом совершенно роли никто не играет, и в этом отношении, в этом отношении, для чего была эта игра в прошлом году с обнулениями, я думаю, нам постоянно ясно, чуть-чуть позже. Спасибо, Ваш Бессоновский Бэтрич.